МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. О ставках земельного налога и социально-экономическом развитии города в Думе прошло заседание Планового бюджетного комитета. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Золотая рыбка 2019 в бассейне «Дельфин» прошли соревнования по плаванию среди школьников. Далее расскажем обо всем подробно. Состояло заседание Планового бюджетного комитета Городской думы. Депутаты рассмотрели уточненные ставки земельного налога на территории Сарова, изменение сроков его уплаты и внесение авансовых платежей. Также обсудили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы. Подробности далее. В сентябре этого года в Налоговый кодекс РФ внесли ряд изменений. В частности, нововведения касались земельного налога. Депутаты Городской думы на заседании Планового бюджетного комитета рассмотрели внесение изменений в нормативно-правовые акты. С 1 января будущего года меняются ставки и сроки уплаты налога. Если раньше владельцы земельных участков должны были оплатить налог до 15 февраля, теперь срок сместился на 1 марта. Изменились и сроки внесения авансовых платежей. Сегодня авансовые платежи, тоже сроки уплаты, установлены налоговым кодексом. Они уплачиваются последним числом месяца, следующего за истекшим кварталом, то есть 30 апреля и так далее, и так далее. Также народные избранники приступили к рассмотрению бюджета города на следующий год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджетная политика будет направлена на обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета Сарова. Основные характеристики бюджета на 2022. На 2020 год. Доходы 4 млрд 247 млн 945 тыс. 300. Расходы 4 млрд 335 млн 945 тыс. 300. Дефицит у нас 88 млн рублей. 88 млн рублей, если вы посмотрите в источниках финансирования дефицита, будут привлекаться кредиты кредитных организаций. Это 10% от налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет. По словам Любови Марковой, цифры на 2021-2022 годы даны приблизительно, так как через год ситуация изменится и бюджет снова будет корректироваться. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям о природном памятнике, его исторической и культурной ценности, нехватке территорий для публичных мероприятий. В администрации состоялось общественное обсуждение концепции благоустройства заливного луга. Жителям города представили два проекта. Своё мнение высказали представители городской думы, администрации, муниципальных организаций, бизнесмены и заинтересованные саровчане. Две концепции благоустройства и два часа обсуждений и жарких споров. По обоим вариантам реконструкции набережной реки Сатиса заливного луга горожане высказали замещание. В первом случае не хватило общественных пространств. Вторая концепция смутила саровчан слишком кардинальными переменами. Но были и те, кто высказывался против любого благоустройства, требуя оставить всё как есть и свести к минимуму вмешательство человека в природу на этом участке. Наверное, все понимают, что с этой территории и этой территории надо сегодня превратить в порядок. Первое. Эта территория находится, это основной природный лошадр на стыле центральной части города и залетенной части города. Через неё проданы все основные магистрали. Пешеходные, как там и транспортные. Во-вторых, это действительно сегодня, ну, как сказать, мы проголосовали сами за благоустройство набережной на реке Сатис. Сегодня Саров Инвест проводит колоссальную работу по благоустройству набережной. Невозможно на одном участке реки две трети благоустроить, а один участок расставит заброшенное. Деньги на реализацию проектов выделяются из федерального бюджета в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеева-Саров. Отказаться от благоустройства этого природного участка и потратить финансы не по целевому назначению город не может. В первом проекте предполагается сохранить основные характеристики участка и пешеходные дорожки, укрепить берега, благоустроить границы заливного луга и сделать вертикальную планировку. Стоимость работ по первой концепции оценили в 300 с лишним миллионов рублей. Горожане рассматривали проекты с точки зрения доступности территории. Будет красиво смотреться, и должно красиво смотреться, если будут очень хорошо сделаны слои. Воплощение в жизнь второго варианта стоит в два раза дороже. Но эта концепция предполагает создание благоустроенного общественного пространства и большого количества мест для отдыха. Но, как отметили специалисты, для реализации этого проекта требуется учесть много дополнительных факторов и проработать детали. В 13 лет никакие предъятия не проводились по очистке домов отложений. Поэтому я считаю, что для того, чтобы быть уверены, что реализация того проекта, который называется «Острова», что он может быть реализован, нужны достаточно серьезные изыскания. Помни о том, что заливной луг – это памятник природы, некоторые требовали оставить все без изменений, отсылая присутствующих к сохранению культурного и исторического наследия Сарова. Но бурелом из больных деревьев и непроходимые топи, которые образовались на месте заливного луга, мало похожи на заповедное место. Дикая природа должна быть в деревне природы. В городе может быть или парк – культирированная природа, или помой. Третьего, простите меня, не дам. Тем более, на какой маленькой территории, как Глаза Гитарина. Да, статус памятника в свое время был присвоен. По моей памяти, в том числе, для того, чтобы границы были в какой-то застройке. Но давайте отдадим себе отчет. Исторический природный ландшафт деградировал в дынеузнаваемости. Памятника больше нет. Выбор горожанам все-таки придется сделать. Все предложения направят авторам концепции и в управляющую компанию кластера Арзамас Дивеева-Саров, а также в проектную организацию. Центр занятости населения Сарова приглашает работодателей за получением субсидий на возмещение затрат на организацию профессионального обучения работников предпенсионного возраста. Это мужчины в возрасте от 56 до 60 лет и женщины от 51 до 55. Субсидии предоставляют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Работодателям необходимо обратиться в Центр занятости населения не позднее 25 ноября. Консультации по телефону 6 95 65. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Минздрав отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привел бы к росту цен на справки. Написал в своем телеграм-канале замглавы ведомства Олег Сологай. Ранее сообщалось, что с 22 ноября Минздрав ведет новые обследования, без прохождения оплаты которых права не получить. Предлагалось проверять на вещества, указывающие на хронический алкоголизм, и тестировать на психоактивные вещества. Узнав о новых правилах, во многих городах люди выстроились в огромные очереди, чтобы успеть получить справки до 22 ноября. Что касается Сарова, то в КБ номер 50 нам рассказали, что заранее предупредили всех записавшихся на ноябрь о повышении цен, чтобы жители все сделали заранее, не сдавали в последний день большую очередь. В нашем городе столпотворения нет, проверить нам не дали. Со следующего года родители дошкольников будут платить за детский сад 2173 рубля в месяц. Новый тариф зафиксирован в постановлении городской администрации. Документ опубликован на официальном сайте городской управы. Стоимость услуг дошкольных учреждений пересматривают ежегодно. Сейчас присмотр и уход за детьми обходится родителям в 2090 рублей. В Саровской облагочине волонтерский центр «Радость моя» и объединение «Мир» проводят благотворительную акцию «Подарим детям Рождество». Ее цель – поздравить с праздником и передать необходимые средства и продукты детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям в трудной жизненной ситуации. Пожертвования от горожан принимают в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза» до 23 ноября, а также с 6 по 9 декабря. 21 ноября отмечают Всемирный день телевидения. В современном обществе оно продолжает оставаться многогранным и востребованным у аудитории. Это праздник тех, кто так или иначе связал свою жизнь с этим видом средств массовой информации. Журналистов, операторов, редакторов, звукорежиссеров, ведущих, дикторов. О специфике работы телевизионщика и о том, как начиналось вещание канала «16» смотрите далее. История канала «16» началась в 1994 году, когда несколько активных саровчан зарегистрировали предприятие и получили чистоту для вещания в эфире. С этого момента регулярно выходят новости и тематические передачи. Ирина Нехаева работала на нашем телеканале больше 10 лет. Именно она начала выпуск первой спортивной программы «Здравствуйте». Передача была, так сказать, 30-минутная. Называлась она «Здравствуйте». Может быть, тогда канал «16» только становился популярным. Может быть, не все помнят, но многие ветераны знают, что мы много времени посвятили их такой сподвижнической спортивной деятельности. Она делилась на три части. Это новости, это обязательно история. И обязательно тот материал, который не входил ни в ту, ни в другую позицию. Ирина Валентиновна освещала все главные спортивные события города. В рамках передачи съемочная группа проводила конкурсы с призами от спонсоров, учила саровчан кататься на лыжах и рассказывала о здоровом образе жизни. Городским спортивным советом работа велась всегда в двух направлениях. Одно – это воспитание спортсменов и достижение высших результатов в каждом виде спорта. Другое, самое главное и важное – это развитие здравительно-физкультурного движения и организация спортивных праздников для горожан. Сотрудники телевидения того времени самостоятельно учились искать, снимать и монтировать материал на новые, еще не освоенные техники. Вне времени остается лишь структура, принцип выбора и подачи информации, которую журналисты хотят донести до зрителей. В то время все было сложнее. Сложнее с транспортом, сложнее с аппаратурой, которую негде было ремонтировать или не на что, или еще каким-то образом. Все было технически выполнять сложнее. Вот это вот было. А сама суть новостей, она, наверное, никогда не изменится. Самый главный интерес – это люди. И человек, который работает на телевидении, он должен любить людей, даже если он освещает какие-то недостатки, сложности в жизни. Конечный результат работы телеканала зрителям выдают ведущие и журналисты. Но часто за кадром остаются редакторы, монтажеры и операторы, которые делают все, чтобы продукт был качественным и информативным. В наше время, как и 30 лет назад, сотрудники голубых экранов универсально и четко понимают специфику создания сюжета, выпуска новостей или программы. От сбора материала до финального монтажа. Сейчас команда канала «16» выпускает 15 передач, которые рассказывают обо всем, что происходит в нашем городе и за его пределами, чтобы заинтересовать и просветить телезрителей. Водители автобусов несут ответственность за безопасность пассажиров, которых они перевозят. ГИБДД Сарова регулярно проводит профилактические операции для того, чтобы проверить, как водители транспортных компаний соблюдают все нормы и требования закона. Подробности в следующем репортаже. Пользуясь общественным транспортом, немногие из нас задумываются, что рискуют своим здоровьем. Приехать за пассажирами могут как водители, которые прошли необходимые медицинские предрейсовые осмотры, сели за руль проверенного автомобиля, так и нелегальные перевозчики, которые не несут никакой ответственности и не имеют необходимых разрешений. Если же вдруг, допустим, происходит какой-нибудь штатная ситуация типа ДТП, еще что-нибудь, человек пострадавший, пассажир становится пострадавшим, то никаких выплат и никакого риска гарантии никто нести из-за него не будет. Поэтому отдел ГИБДД я лично призываю, если же вы вызываете автомобиль такси или хаотакси, то убедитесь в том, что это на самом деле автомобиль такси. Также дорожные полицейские проверяют и маршрутные такси, обращают внимание на наличие необходимых документов, состояние машины и законность внесения изменений в конструкцию. Чаще всего, что увеличивают места, либо, допустим, что-то переделывают именно в салоне автомобиля, устанавливают газ незаконно, как бы с этим тоже мы ведем борьбу. Как отмечают сотрудники ГИБДД, к техническому состоянию автомобиля, который перевозит пассажиров, нареканий мало, автопарк относительно новый. Однако попадают машины, у которых разный рисунок протектора на шинах или стоит летняя резина в холодное время года. Среди основных нарушений, которые допускают водители при пассажирских перевозках, несоответствие документов или неполная комплектация. Это, например, отсутствие огнетушителя или аптечки. В бассейне «Дельфин» завершились соревнования по плаванию среди школьников города. С каждым годом этот турнир приобретает все большую популярность как у тех, кто профессионально занимается этим видом спорта, так и у любителей. Подробности в следующем репортаже. Соревнования «Золотая рыбка» в Сарове проходят каждый год. В них принимают участие воспитанники всех учебных заведений. Гордей Барзанов представлял 16-ю школу. На церемонии награждения турнира он несколько раз поднялся на первую ступень пьедестала почета. Молодой человек стал лучшим в заплывах на 50 метров брасом, дельфином, кролем и на спине. Своими результатами Гордей не удивлен. Говорит, что обойти соперников ему было легко, потому что он профессионально занимается плаванием уже 7 лет. Это каждое соревнование так. Меня уже привыкли, потому что обогнал кого-то. Плавают немножко похуже у меня. Также в соревнованиях приняла участие Ксения Леньковская. Девочка несколько лет занимается плаванием под руководством опытного тренера. Она пришла проверить свои силы в заплывах на 50 метров и попробовать обойти более сильных соперников. Я сегодня установила рекорд. Я буду плавать и есть по разным городам. Мне очень нравится. Я могу быстро плавать. И я не буду плавать, потому что мне не так трудно плавать. В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов. В первый день им предстояло преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем и 50 на спине. Во второй день школьники плавали брасом, дельфином и участвовали в командной софете. Для чего все соревнования проводятся? То есть поднять какой-то дух спортивный у молодежи и у юношей подрастающего поколения. Ну и естественно выявление сильнейших спортсменов и дальнейшее участие в дальнейших соревнованиях на Перест-области и России. По итогам соревнований победителям вручили дипломы и денежные сертификаты. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин